Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я эксперт по управлению реальностью с помощью наших мыслей. И я украинка. Сегодня это важно, потому что весь мир вместе с Украиной переживает непростой момент в жизни. И я сегодня хочу рассказать вам о том, каким образом мы с вами находимся под управлением чем-то. А точнее, кто же именно нами управляет. И нет, это не будет история про войну. Это будет история про нашу с вами непосредственно жизнь. Про жизнь конкретно вашу. Я хочу, чтобы вы очень четко узнали и осознали, почему сегодня у вас что-то не получается. Почему что-то никогда не клеилось, а в чем-то наоборот вы преуспевали. И я хочу, чтобы это были не просто какие-то знания на эту тему. Я хочу, чтобы вы осознали принцип. Потому что именно понимая принцип, мы и можем научиться создавать свою реальность. Знаю. Сейчас многие люди, которые, возможно, видят меня впервые, говорят, да, и что ты хочешь сказать? Что это ты сама себе создала войну? Что я себе создал войну? Как это? Так не бывает. На самом деле что-то в этом есть. Потому что вопрос не в самом факте войны, смерча или еще каких-то ситуаций, которые, безусловно, приходят в мир. Потому что огромное количество людей начинают создавать так называемый эгрегор внутренний, который и притягивает что-то, который требует какого-то вмешательства. Но это другая история. Мы сегодня поговорим конкретно о каждом человеке. Ведь даже в моменте войны, в моменте коронавируса, в моменте любой эпидемии, всего, что происходит в нашем с вами очень насыщенном мире, каждый получает свое. И вот здесь как раз большой вопрос. Почему одни получают одно, а другие другое? Почему одним становится лучше, их жизнь меняется фантастическим образом в лучшую сторону? У кого-то медленно, но уверенно идет в лучшую. И кто-то переживает любой жизненный шторм, все равно оказываясь на подъеме. А кто-то бесконечно падает, проигрывает. А у кого-то вообще никогда не получалось из чего-либо вылезти. Вот этому есть очень точное объяснение. И это напрямую зависит от нас с вами. От каждого из нас. И для того, чтобы тот момент жизни, который вы переживаете прямо сейчас, когда вы будете смотреть это видео. А ведь это видео вы можете смотреть как в 2022 году, когда я его записываю, так и спустя 10 или даже 20 лет. YouTube, я надеюсь, будет жить. И вполне возможно, что вы увидите его в какой-то свой момент. Так вот, этим моментом вы и можете управлять. Этим моментом вы можете научиться руководить, менять его так, как вам удобно. Так что же на них все-таки управляет? Или кто? Конечно, я знаю, что многие люди ищут какое-то объяснение, кто же такой вселенский разум, Господь Бог или что-то еще. Но давайте сейчас отойдем немножечко от вот этого глобального момента, потому что я об этом уже неоднократно рассказывала в видео. Давайте поговорим об очень предметных вещах. Каждому из нас с детства было известно про себя какие-то интересные факты. Например, я прекрасно могу записывать видео, я прекрасно могу вести себя, чувствовать в кадре, я умею выступать, я прекрасный оратор. Например, я это знаю о себе с детства. В то же время, как другой человек абсолютно убежден, что камера это не для него, он никогда не смог бы так сесть, что-то записывать, он бы упал в обморок. Один человек убежден с детства, что он вырастет и станет прекрасным артистом. Он будет собирать огромные залы, публики, у него будет большое количество поклонников. Другой человек уверен, что он выше головы своей не прыгнет и что особых каких-то достижений в этой жизни ему не видать, что скорее всего он проживет обычную жизнь. Ведь ему не повезло с родителями, ведь ему в принципе не повезло. Ведь вот эта формулировка повезло или не повезло для обычных людей является определяющим фактором того, почему в жизни у одних что-то складывается, а у других нет. Люди называют это везением. Но дело совсем не в этом. Скажите, пожалуйста, а что это такое, когда я считаю, что я в чем-то талантлива, достигая в этом вершине, даже если мои близкие смеются, мои одноклассники смеются, но в результате я становлюсь в чем-то очень успешной, хорошо зарабатываю, а они продолжают смеяться. Что это такое, когда человек убежден, что у него ничего никогда не получится, что у него нету слуха, что он не сможет много заработать, что у него никогда не будет хорошей семьи и так далее. Это называется волшебным словом убеждением. Что такое убеждение? Убеждение – это то, что мы многократно слышали, говорили себе, думали о себе, слышали о себе и приняли это как аксиому. Если вы плохо знаете алгебру, то аксиома – это теорема, не требующая доказательств. То есть, другими словами, это факт. Это факт, с которым мы не спорим точно так же, как то, что правая рука – это точная правая рука, а левая – это левая рука. И то, что я, например, не обезьяна. Ну, вряд ли из вас кто-то будет говорить, что нет, она все-таки точно обезьяна, вот я очень сомневаюсь, что она человек. Вот что такое вот это убеждение. Это то, что мы в голове даже не поддаем сомнению. Это так называемая жизненная программа, карта мира, как хотите. То, в чем вы уверены. Когда я в чем-либо убеждена, я действую и реагирую в жизнь, исходя из этой программы. То есть, если я знаю, например, что я не смогу много зарабатывать, у меня никогда стерто-стерто не будет хорошей машины, то я автоматическим образом никогда не отправлюсь ни на какое собеседование, ни на какие курсы повышения квалификации, никогда не буду думать вообще об этой машине, никогда не буду обращать внимание на людей, которые их покупают, развиваться, потому что я точно знаю, что я простой рабочий человек, который работает на госслужбе и выше головы, который не прыгнет. И мама у меня такая была, и бабушка такая была, и все. Убеждение дает вам набор действий, точнее, забирает их или сильно ограничивает. Убеждение – это то, что не дает вам расти и развиваться, особенно если это убеждение сознакомилось. Помните, всегда были такие люди в нашем окружении, особенно в детстве, которые кричали «я-я-я», которые вечно, как мы любили говорить, тянули на себя одеяло, за знаки, выскочки, но парадоксальным образом они пробивали потолки. Мы могли смеяться, мы могли, там, говорить, тыкать на них пальцами, но в результате именно они становятся звездами. Потому что именно они имеют то, что мы называем завышенной самооценкой, самомнением, но на самом деле это упорство и труд. И обычные человеческие мозги обычного рядового человека, ленивого человека, потому что по природе своей человек ленив, ему бы лежать, есть. Почему так популярны индустрии, да, телевизионные люди смотрят в ящик, еда какая-то, которая наполняет пустыми калориями, потому что это вкусно, просто и делать ничего не надо. Почему люди любят алкоголь? Потому что это расслабляет и забирает любые проблемы. Но ведь любой рост – это решение проблем. Не бывает роста без решения проблем. Что такое проблема? Это задача, которую требуется разрешить, например, создать автомобиль, запустить ракету в космос, создать высокоточное, простите, оружие, которое стало невероятным бизнесом. Люди придумывают задачи, чтобы их решать и идти вперед. И это как раз не пролить. И поэтому эти люди и преуспевают. Те же люди, которые в большинстве своем нормальные и обычные, их убеждения подбираются под стать оправданием их деятельности, а точнее без деятельности. И вот скажите мне, пожалуйста, если вы убеждены, что у вас ничего не получится, если вы злитесь на деньги, вы отталкиваете себя от этого, вы говорите, деньги – это для людей низких, для воров, я честный, мне не надо чужого, я гордый, я маленький птенчик, я буду покорять этот мир в маленьком присутствии, в маленькой клетке, но я буду честным и так далее. Это всего лишь ваш страх, это всего лишь ваш страх, ваше желание оказаться лучше, чем вы есть. И ваша защита, ваша защита, защита вашей лени от того, чтобы идти развиваться. Люди придумывают себе множество оправданий, и эти оправдания и есть убеждения, которые создают ваш путь. Ни один чемпион не смог бы выиграть любое соревнование, если бы он не верил в победу, если бы, тренируясь, он не думал о том, как стать первым. Видели ли вы когда-то олимпийского чемпиона, который при этом говорит, да нет, у меня никогда не получится, я даже не претендую на олимпийское золото, ну что вы, я просто, для меня главное участие, да никогда вы такого не увидите. И я хочу, чтобы вы сегодня осознали, что все, что есть в вашей голове, весь этот мусорник, который многие носят в своей голове на протяжении всей жизни, можно просто выгрузить и посмотреть. Вы можете взять разные сферы своей жизни и написать, что вы думаете, например, о представителях противоположного пола, что вы думаете о семье, возможно ли ее построить в этом мире, в этой жизни, что вы думаете о дружбе, что вы думаете о деньгах, что вы думаете о своем народе, который окружает вас, что вы вообще думаете про эту жизнь. Возьмите, не поленитесь, руку и листочек, и хотя бы полчасика посидите и попишите. И вы сразу же увидите ответ на вопрос, почему ваша жизнь сегодня ровно такая, какая она есть. Невозможно ничего создать, не веря в это. Невозможно кем-то стать, если в вашей голове не только мусор и оправдание, но и полное неверие в себя и наличие ответов на вопрос, почему нет. В моем любимом фильме «Москва слезам не верит», несмотря на то, что город мне теперь этот явно не по душе, есть прекрасная фраза о лентовой, когда она говорит «меня не интересует, почему нет?» «Меня интересует, что вы сделали для того, чтобы было да». Вот и попробуйте провести этот разговор с собой. Знаете, почему люди выбирают себе такие убеждения? Потому что эти убеждения находятся в зоне комфорта. Потому что, да, большинству людей гораздо комфортнее находиться в низкой зоне низкого развития, жить в плохих домах, хреново выглядеть, иначе у всех были бы кубики пресса, не занимаясь спортом, не следя за своим питанием, не следя за своей жизнью, выбирают себе отношения кое-какие, ненавидя друг друга и кроя друг друга матом, получая деньги, за которые ничего толком-то нельзя получить, проводя вечера перед телевизором или с сериалами, бесконечно переливаясь пустого в порожнее, пустые разговоры, на которые никак вы, кроме как поговорить, повлиять не можете. Это всё с вами сделали ваши убеждения. Это всё вы сами пустили в свой храм, в свою голову, в свои мысли. И, конечно же, невозможно ничего поменять в жизни, пока в вашей голове находится весь этот мусорник. До тех пор, пока вы считаете, что вы ни на что не способны, или то, что все люди, у которых что-то есть, идиоты, вы не сможете ничего толком получить. Всё это будет пустой демагогией. И самое интересное, что огромная часть населения Земли, процентов 95, живут именно по этим принципам, именно используя эти убеждения. Убеждения есть у каждого из нас. Они есть со знаком плюс и минус. Со знаком плюс – те, которые помогают нам развиваться. Со знаком минус – те, которые тянут нас вниз. Из паршивенького я расскажу вам, что делаете вы со своими детьми, когда они говорят вам о своих мечтах, о своих целях, о том, что у них будет. Ведь в детстве у детей гораздо больше, точнее так, гораздо меньшее количество запретов и вот этой плохой насмотренности и наслышанности о том, почему нет. Но вы, как родители, первый лишаете своих детей возможности развиваться, говоря ему, опустись на Землю, это не для тебя, у тебя не получится, не надо туда ходить, ты только расстроишься, ты не умеешь этого делать, у тебя не те родители, ты не в той семье родился. Именно всем этим вы закрываете своему ребенку двери, а возможно уже закрыли, которые могли бы легко быть перед ним открыты. У меня лично в окружении есть несколько знакомых, которые отказались во взрослой жизни от любого общения с родителями, просто потому что не могли больше с этим мириться. Несмотря на всю свою осознанность, эти люди не могли ничего поделать с родителями, которые просто не успокаивались, постоянно воспитывая и объясняя, что ребенок, точнее взрослый человек делает не так. Не делайте этого со своими детьми. Что же делать с этими убеждениями? Важно понять, что над этим нужно работать. Важно понять, что любое убеждение имеет некие корни, которые нужно вырвать. Которые нужно вырвать раз и навсегда. Врываются корни с убеждениями так. Важно вспомнить, подумать, понять, откуда это убеждение взялось, почему вы его себе взяли, имеет ли оно вообще к вам какое-то отношение, можно ли это убеждение оспорить и посмотреть на него с другой стороны. Может ли быть так, что это неправда, что это не про вас, что вы не хотите это убеждение. И на его место очень важно посадить новое. Все это мы называем работой над собой. Эту работу над собой можно проводить, просматривая видео, читая книги, находясь в окружении людей, хотя бы онлайн, которые раскладывают эти темы, говорят на них, делятся личным опытом. Конечно, можно проходить различные курсы, марафоны, например, приходить ко мне на Рерайтер жизни и начинать эту работу над собой. Самое главное, что вы должны помнить, наша жизнь — это некий отрезок. Он когда-то начинается и когда-то обязательно закончится. И самым важным и ценным по-прежнему является исследование себя. Потому что так или иначе, коронавирус, война или что-то другое — это всего лишь туннель со сменяющимися картинками. И когда закончится одна картинка, обязательно начнется другая. вопрос только в том, что по этому жизненному туннелю проходит каждый из нас. И вопрос не в тех картинках, которые будут, а в том, что мы будем делать с этими картинками, в том, какой опыт мы будем получать и как мы будем трансформироваться. Ведь в конце туннеля мы все равно увидим свет. И это будет свет не той жизни вечной на этой земле. Это будет другой свет. Мы снова куда-то уйдем. Но ведь опыт унесен. Поэтому подумайте правильно. Вспомните о том, что жизнь — это не только про то, чтобы подольше сохранить свое физическое тело. Жизнь — это не только про то, чтобы поесть или купить себе вещь. Жизнь — это увлекательнейший путь. И место, не знаю, как это по-другому сказать, бесконечных возможностей. И вот выбираем мы, исходя из собственных убеждений, то, что нам по душе. И когда ваши убеждения ограничивают бесконечную вселенную до маленькой трубы, в которой вы натыкали себе что-то попроще, подешевле, и довольная, как мышка, залазите, при этом считая, что маленькая труба и есть весь мир, и не видя в этот момент, что мир бесконечен, согласитесь, обидная картина. И надеюсь, что сегодня мы над чем-то подумали. Я буду рада вас видеть в своем инстаграме, на своем ютуб-канале. Если вы еще не подписаны, обязательно это сделайте. И, конечно, приходите ко мне на мои марафоны. Ближайший марафон «Рерайтер жизни» стартует 1-го числа. Я буду рада вас видеть. И, как всегда, в этот период я хочу закончить украинскую. И сказать, что мы с нетерпением ждем. Когда закончится, это жахливая война. Но мы станем еще лучше.